Всем привет! Меня зовут Яна и сегодня мы с вами разберем prepositional phrases, или по-русски устойчивое выражение с предлогами. Таких словосочетаний существует огромное количество, и сегодня мы узнаем о некоторых из них. Prepositional phrase состоит из предлога и слова, которое следует за ним. Чаще всего это бывают существительные, но также это может быть прилагательные, наречия и другие части речи. Фразы с предлогами помогают добавить дополнительные детали и сделать нашу речь более яркой и интересной. Например, вы можете не просто сказать он лучше в своем деле, а он несомненно лучше в своем деле. Итак, давайте рассмотрим некоторые словосочетания, которые мы часто встречаем в разговорной речи. Первое выражение in person, и на русский мы его, как правило, переводим лично. Имеется в виду встретиться лично, поговорить лично, увидеть что-то лично, ну и все другие случаи, когда мы что-то делаем лично, лицом к лицу. Следующее выражение by accident, и на русский мы его переводим случайно. Если же мы хотим сказать наоборот нарочно, то мы используем фразу on purpose, буквально она переводится с целью. Следующее выражение может ввести в заблуждение, если его не знаете, потому что здесь присутствует слово good, которое многие из вас знают как хороший. Но сочетание for good переводится навсегда либо окончательно. Особенно часто мы его используем с следующее выражение for a change для разнообразия. Буквально получается ради перемены. Далее у нас не менее интересная фраза by heart, которая содержит в себе слово сердце, но все вместе у нас переводятся наизусть. В основном мы используем эту фразу с глаголом learn, learn by heart, учить наизусть, либо с глаголом know, знать наизусть, know by heart. Следующая фраза by the way, кстати, либо между прочим. Мы ее очень часто используем в разговорной речи, чтобы ввести какую-то новую информацию. Переходим дальше. Следующее выражение by far. By far мы можем перевести несомненно, определенно. В английском мы его используем так же, как и в русском. Мы можем сказать его отдельно, либо в составе предложения. Следующее выражение at least. На русский мы его переводим либо по крайней мере, либо в разговорном языке мы иногда говорим хотя бы. Например, я хотя бы попытался. Следующее выражение может быть в двух видах. Мы можем просто сказать at last, либо усилить, и тогда у нас получится at long last, наконец, либо наконец-то. Эту фразу мы, как правило, используем, когда у нас что-то хорошее случилось наконец, и мы испытали облегчение. Следующее выражение, я думаю, многим из вас знакомо, for fun. Чаще всего мы его используем с наречием just, и получается just for fun. На русский мы его переводим разными способами, можно сказать ради забавы, ради развлечения, или просто так. На этом сегодня все, надеюсь видео было для вас полезным. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok